Глава региона подчеркнул, что президент удостоил маэстро высокой награды заслуженно. Песни Захарченко напоминают о родной истории, раскрывают суть казачества. И это важно не только для Кубани, но и для всей страны. Ваш путь, творческий путь, это путь даже незалатливого человека. Это одаренного Богом человека, который просто дал тот талант, который сегодня даже не вас поднимает, возвышает и делает не то, что всероссийским известным, всемирно известным, и крайне, и казачество. Сегодня, как таковое, казачество стало максимально понятным изнутри, только благодаря вашим песням, вашему хору, вашему творчеству. Это настоящая жизнь. Поэтому эту жизнь, которая была заложена в корнях наших предков, сегодня транспортировали, подняли и пытайтесь за сегодняшнее положение донести. Виктор Захарченко поблагодарил губернатора за добрые слова и признался, что считает себя счастливым человеком, потому что занимается любимым делом. Ясно, что я передатчик чего-то того, чего было до меня, не мое личное. 18 лет прожить в Станице, где по существу радио даже не было, да? Я же только вот то, что слышал, и все, и питался, никаких консерваторий, никаких больших наук. Это мой крест, мне все это собирать в едино и передавать. Лауреатом Госпремии Виктор Захарченко стал 12 июня в Кремле. Почетный знак и грамоту маэстера вручил Владимир Путин за вклад в сохранение традиций и развитие отечественного музыкального искусства.